Привет! К чаю быстро, хрустящее, простое печенье. Готовится очень быстро, мало яиц, но зато очень-очень вкусно. Если вам это интересно, смотрите, как это я готовила. Ну что, если печенье готовится быстро, значит тут ингредиенты все простые. Единственное, что сразу скажу, здесь нужна кокосовая мелкая стружка. Но я кокос не очень люблю, у меня его нету, я заменю миндальной мукой. Это можно заменять, если у вас нету миндальной, можете орехи грецкие перебить. Ну, вообще-то кокос, он недорогой, есть, наверное, у каждого. У меня был, но просто закончился. Что необходимо еще? 125 граммов мягкого маргарина. И попробуйте свой маргарин. Если он не соленый, добавьте щепотку соли. Если соленый, пусть так и будет. Дальше нужно будет добавить ванильного сахара. Дальше одно яйцо я достала заранее, чтобы оно немножко нагрелось. 50, тут еще нету, 50 граммов растительного масла. Сюда входит здесь очень много жира. За это я сказала 40 граммов. Дальше 340 граммов муки, самой обычной. 100 граммов сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. И одну столовую ложку разрыхлителя. Что я сейчас должна сделать? Я маргарин должна с сахарком взбить и добавить одно яйцо, чтобы растворился полностью сахар, чтобы получилась пышная масса. А сейчас с сахаром забью и потом добавлю одно яйцо. Добавила ванильного сахара. Один пакет это столовая ложка. И взбиваю до конца. И сюда сейчас добавляю 50 миллилитров растительного масла. И одно яйцо. Долго взбивать не нужно, чтобы масло не свернулось. Вот такая масса получилась. Смотрите. Главное, чтобы сахар растаял, потому что если сахар крупинки будут, в некоторых, в креме, в некоторых изделиях это вкусно. А вот именно в песочке не совсем хорошо. Так. Теперь добавляю миндальную муку. Вы добавляете кокосовую муку или кокосовую стружку мелкую. Крахмал. Так. И теперь добавляю у меня мука просеянная. Частями не спешите, потому что и яйца разного размера. Ну, должно быть как песочное тесто. Вот я сейчас возьму вот так чуть-чуть муки, добавлю. И сюда столовая ложка разрыхлителя. Шар. Должен получиться такой шар. Собираю тесто в шар. Так. Все. Достаточно. Я уже начала обирать. Думаю, надо показать вам на этой стадии. Все. Мука у меня чуть-чуть осталась. А сейчас вот так припорошу стол. Не буду выкладывать коврик, потому что я буду раскатывать это тесто между двух пергаментных листов. И коврик будет мешать. Все. Убираю все с миски. И теперь вот так собираю в ком. И немножечко вот так как бы перемешиваю, чтобы до однородности, чтобы не было отделяющихся частей. Но муки больше не добавляю. Смотрите, оно мягкое, к рукам не прилипает. И тесто посмотрите какое. Сколько много жира, но жир не выступает на поверхности. Потому что здесь у нас крахмал есть. Видите, как хорошо соединяется. Ничего сложного нет. И вот так можно в этой миске прямо прикройте салфеточкой. И пусть минут 15 постоит. Ну что, продолжаем. Вот я занесла это тесто. Сейчас я оторву кусок пергамента. Включите духовку, пусть прогревается 190 градусов. Так, я беру, чтобы легче, видите, какое тесто стало. Пол шарика возьму сейчас. А то можно пока вынести. Вот такое тесто. Теперь я должна раскатать это тесто в пласт толщиной где-то 7 миллиметров. И потом будем вырезать с него сначала так рукой. Ничего, что она тут вроде бы как-то разделяется. Все будет хорошо. И теперь аккуратненько раскатываем скалочкой. Вот так вот раз это. Тут, где отходит, вот так вот оно все склеивается. Это тесто, с ним легко работать. Но это еще толстоватое, видите, это где-то сантиметр раскатываем. Все, я считаю, что достаточно. Видите, легко все снимается. И для того, чтобы пудра из нашего теста не спадала, я вот так вот возьму немножко вилкой, не насквозь, а вот так чуть-чуть как бы поподнимаю верхушку. Это я видела такой секрет. Вот так чуть-чуть как бы пошкрябаем. Но не насквозь, только верхушку. Вот так вот шкрябать. Ой, извините, царапкать. Лучше не вот так, а вот так. Так, все. Теперь берем тонкую лопатку, чтобы снимать. Начинаем вырезать. Я буду вырезать вот такой вот рюмочкой. Первая будет не очень. Такой я сейчас поменьше вот так сделаю. А дальше уже буду... Сейчас мы краешек просто сделали так. А дальше, смотрите, я беру вот где у меня было выдавлено здесь. Сейчас, секундочку. Вот. Вот так раз. Получается вот такие полумесяцы. Если вам стаканчиком неудобно, возьмите форму. У меня что-то сердца нету. Есть вот такая рыбка. Давайте будем рыбкой выдавливать, да? Ничего страшного. Вот, пожалуйста. И выкладываем на противень. Обрезки можете к тому куску приделать. А я сейчас раскатаю и вырежу с него. Так, все. Первая партия закончена. Я потом уже не шкрябала. Как есть, так и есть. Я вам скажу, чем тоньше раскатано тесто, тем печенье будет хрустящее. Ну, а чем толще, чуть-чуть будет. Вот так вот я раскатала. Все. Пока, если я буду заниматься второй частью, я отправляю в духовку. Духовка 180 градусов. Но я думаю, смотрите, только румяное станет 5, не больше 7 минут. Ну, что, смотрите. Вот такая тарелка получилась. Это печенье, но если быть честным, я штук 6 или 7 уже впорола. Рыбину шло. Вот эти два колесика, которые лежат, вы прекрасно понимаете, что это печенье магазинное. Потому что оно штамповкое. Смотрите, абсолютно, абсолютно одинаковое, красивое. Но это печенье я не ем, потому что у меня от него сразу запекает изжога. Потому что там всякие жиры, добавки. А вот это печенье, смотрите, я нашла еще звездочки на вторую партию. И нашла еще вот такие цветочки, видите. Так что, и вот рыбки. Рыбки мы раскатывали тоненько. То есть, они будут более хрустящие. А это я раскатала чуть толще. Вот так вот, видите. Давайте попробуем. Попробуем рыбку. Ну, она очень хрустящая. Она просто хрустящая-хрустящая. И давайте это. Это тоже, смотрите, 7 миллиметров толщина. Но в следующий раз, вот, я просто хотела сделать вот этот эффект, который я видела в интернете, шкрябанья. Вот это вот. Ну, ребят, ну, оно абсолютно не надо. Вот пусть вот так вот будет. Лучше или глазурью, или пудрой присыпать просто. Ну, как хотите, это такое дело. Давайте попробуем вот это вот толстенькое тесто. Ммм, ребяточки, оно хрустящее вообще просто. Так что не мучайтесь тонко катать, потому что тяжеловато лопаткой брать. Вот раскатывайте 7 миллиметров. Вот такая толщина. Замечательное печенье. Просто замечательно. И ничего у вас печь не будет. Все вкусно, доступно, просто и сравнительно недорого. Потому что на маргарине, а не на сливочном масле. Подписывайтесь, смотрите семейный канал, делите соцсетях. А вдруг кто-то ищет именно этот рецепт. Я буду вам благодарна. До свидания. До новых встреч. До побачения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok